Девушки отдыхают Да, которые очень любят денежки И если преступник хочет своровать эти денежки И стреляет из пистолета Тогда мы используем оружие против преступника Сдаюсь, сдаюсь А ну, садись в полицейскую машину Короче говоря, полиция борется против преступников Ну и пожарные тоже борются Только не против преступников, а против огня И мы тоже умеем стрелять Только вместо пистолета у нас вот огнетушитель Огонь! Огонь! Ух ты! А если огня много, тогда одного огнетушителя не хватит Нужно больше воды Мы тоже используем машину как полиция И вместо пистолета мы используем вот такой вот пожарный бронспойт И вместо пули у нас вода На голове у полицейских фуражки А у пожарных на голове каска Потому что что-нибудь сгоревшее может свалиться внезапно на голову Нужно защищаться И полиция и пожарные используют вертолеты Короче говоря, в целом пожарные очень похожи на полицию Да, отличий у них меньше Ну, например, цвет А главное, что их объединяет, это то, что они помогают людям А иногда и зверюшкам Правда? Уф! Уф! Самое время подкрепиться Ух ты! Какая газировка красивая! Я такую не видал! А вот сейчас и попробую Так О, красивый какой! Даже интересно, это лимонад или газировка? Ну-ка Ой, что-то совсем невкусно А-а-а-а! Ой-ой-ой! Что здесь произошло? Откуда столько котенков коты? Кажется, здесь был котенок коты И он выпил зелье принцессы Холли Точно! Коты же об этом не знал! Ох! Ой-ой-ой! Что мне делать с этими котами? А-а-а-а-а! А-а-а-а! Ой, так они еще и кричат! А-а-а! Так дело не пойдет! Нужно срочно звонить хозяйке этого зелья! Спрашивать, как раскладовать котенка коте! Так, где мой телефон? А, вот он! Так, принцесса Холли Восемь, пять, девять, семь, один, два, три, 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 три Холли! Холли, привет! Это ты? У меня беда! Кажется, котенок коты выпил твое зелье! Да! Да-да-да, размножился! Приезжай скорее! Фух! Надеюсь, принцесса Холли найдет способ, как расколдовать его! Свинка Алиса? О, какая левая чертополох! А где принцесса Холли? Я же вроде ей позвонила! О, увы! Холли срочно выиграла урок магии! Я пришла помочь вместо нее! Да вот Холли оставляла зелье! И кажется, котенок Катееву выпил! И вот, размножился! О, это точно! Что же он так? Нельзя брать в рот все, что попало! Вот и я о том же! Как он так? Так эти коты еще и кричат! Ладно бы молчали! Ух, да чего же громкий! Так, срочно нужно заклинание против зелье! Ну давайте, колдуйте же скорее! У меня же ничего волшебного нет! Так, помнится мне, что здесь понадобится очень сложное заклинание! Одно мне не справится! А, королева чертополох! А кто же вам поможет? Например? Эй! Вот твоя волшебная палочка! Что? Вы серьезно? Моя палочка? Да я же не волшебница! И в школе магии не училась совсем! Я тебе объясню, как нужно будет сказать! Со мной вместе! А то временно! Ну ладно, попробую! Эээээ... Что нужно сказать? Говорить? Ээээ... Пебеди-бабеди-бум! Трабли-бабли-бамс! Чего? Трабли-шмабли! Еще раз! Пебеди-бабеди-бум! Трабли-бабли-бамс! Пебеди-бабеди-бабеди-б... Не запомнила! Давайте вместе! Так вместе и надо! Просто повторяй за мной на счет три! Пи-би-ди-ба-би-ди-бун! Тра-бле-ба-бле-бамс! Неужели получилось? Да! Ура! Остался один котенок КТ! Эй, КТ, ты нас слышишь? О, да! Да! Что со мной было? Фух, КТ, как здорово! Ты к нам вернулся! Дело в том, что ты выпил зелье от принцессы Холли и размножился! Да как такое может быть? Я не помню даже этого! Не вспомнишь! Это же магия! КТ, только вот мне кажется, что ты немножко изменился! Цвет другой стал посветлее! И зубки! Да, мне так даже больше нравится! Ваша магия, это прикольно! КТ, это, конечно, все очень весело! Но ты не подумал о том, что ты мог выпить яд! Ну да, точно! Ты же не знал, что ты пил! Да уж точно, не подумал! Повезло мне! КТ, запомни, нельзя пить и есть что попало! КТ, это очень важно! Ой, простите! Мне пора улетать! О, да, уже сейчас! А я думал, мы чай попьем! Нет уж, котенок КТ! Достаточно мы всего попили! Особенно ты! Да уж! Это точно! Набугал ты нас, котенок КТ! Ладно, королева чертополох! До свидания! Спасибо вам за помощь! Без вас я бы не справилась! Не за что! Мы же все друзья! Должны помогать друг другу! Да, спасибо вам! До свидания! Я обещаю, обещаю, что больше никогда-никогда не буду брать в рот что-то незнакомое! Вот-вот! И вы, малыши, всегда помните об этом! Это важно! До скорых встреч! Пока-пока! Привет, ребята! Амням решил сделать себе маленький бассейн! Ну, просто воды ему маловато! Он захотел что-то похожее на аквариум! Запустить туда что-нибудь интересное! Может быть, каких-то рыбок или что-нибудь еще? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, решил он свой аквариум засадить чем-то очень необычным! Хм, вроде бы принес слайм и... Это что у нас такое? Лизун? Давайте вместе поможем Амняму создать его маленький аквариум из разных слаймов! Итак, начнем с лизуна! Интересно, он упадет на дно или будет плавать на поверхности, как медуза? Ой! Падает! Он тонет на поверхность, не поднимается! Нет, не подходит лизун для нашего аквариума! К тому же он напитался водой и стал какой-то совсем распадающийся! Хотя чем-то напоминает какую-то бурую водоросль! А теперь попробуем слайм! Черный! Что же получится? Много не надо! Чуть-чуть! Главное оторвать его от остального слайма! Так, какой он противный! О, получилось! А теперь отправляем нашу кляксу прямо в наш микроокеан! Какая-то космическая слизневая медуза! Самое интересное, что слайм не смешивается с водой! Он распространяется как какое-то чудовищное существо, захватывая всю воду! Смотрите, он превращается в какую-то интересную, как будто бы материю! Страшные космические волосы! Они захватили всю воду! Страшный осьминог! Пожалуй, нужно поскорее все вытащить! А то мы просто засорим воду! Нужно все это скорее выгрести на стол! Фу! Какая страшная слезяка! Она схватила меня и не отпускает! О, с трудом очистил стол и очистил воду! Пришлось доливать чистую воду заново! Ничего, мой зеленый друг! Сейчас чего-нибудь придумаем! Может быть, какие-нибудь зеленые водоросли туда посадить, а? Черный цвет больно уж страшноватый! Хотя, подожди! Зеленый цвет! Была у меня одна зеленая жижа из зеленой коробки с опытами! Сейчас достанем! О, пакетик! Мы сейчас устроим эксперимент! Мы сделаем из нее каких-нибудь маленьких зелененьких существ! Например, головастиков! Попробуем, выливаем нашу зеленую субстанцию в маленькую пробирочку! Точнее, в маленький стаканчик! Кстати, по-научному, наша зеленая жижа называется альгинат натрия! Ну вот она, зеленая жижа! Пока это просто жижа, и она смешается с водой! Но если мы добавим туда немножечко волшебного порошка, под названием хлористый кальций, отправляем полстакана воды в нашу миску, отправляем чайную ложку нашего порошка в воду и перемешиваем! Постепенно наливаем, пробуем наливать небольшими порциями нашу жижу! А теперь посмотрим в нашу миску! О, ребята! Вот какие симпатичные головастики у нас получились! И даже вот такие вот длинные змейки! А может быть это такие водоросли? Хе-хе! Вот как красиво они смотрятся в нашем аквариуме! А вот и головастички! А ну, плыви! О, они какие симпатичные! Хе-хе! Вот они какие! Маленькие друзья Амняма! Давайте бросим их туда! Внутрь пусть плавают! Смотрите, какой живой мир! Как они передвигаются там внутри! Маленькие друзья Амням открывает рот! Хе, зачем интересно? Амням, ты чего? Хе, решил поплавать? Ам! 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 А ну-ка, Амням! Иди сюда! Открывай свой рот! По-моему, Амням решил съесть все, что мы с вами сделали! То ли водоросли, то ли маленькие головастики! Хе-хе! Ну вот, ребята, какой у нас интересный живой аквариум получился из неживых элементов! Пока, ребята! Еще увидимся и поэкспериментируем! Амням, рот закрой!